Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в студии в гостях Елена Пупкова, директор туристического агентства «Ростур». Я надеюсь, она расскажет нам, как интересно провести майские праздники. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте! Ну, вот близятся долгожданные майские праздники. Многие люди поедут на картошку, многие на пикник загородную, а кто-то хочет провести эти выходные более интересно. Скажите, пожалуйста, какие направления на сегодняшний день пользуются особой популярностью и куда бы, может быть, вы посоветовали поехать именно вот в эти дни? Вообще в этом сезоне весна-лет и 2014 год немало сюрпризов от многих стран, причем, я бы сказала, даже уже изъезженные нашими российскими туристами. Даже возьмем, к примеру, Турцию, которую уже давно посещают наши туристы, туристы со всего мира. Но тут тоже есть много мест, которые можно, в общем-то, посетить еще и получить какую-то для себя новую информацию. Например, Стамбул. Можно пройтись по узким улочкам, почувствовать вкус местных специй, сладостей, посетить базар с фруктами и также все-таки зайти в экскурсионные какие-то объекты, которые связаны с Османской империей. Поэтому я думаю, что эта альтернатива очень интересная. Погода будет замечательная в это время. Можно, в общем-то, съездить туда. Но есть же еще другие места, которые не очень, как сказать, освещены для нашего, в общем-то, туриста, потому что все привыкли ездить в основном на Анталийское побережье. Но есть еще жемчужина страны, так называемая, это Игейское море, где также можно найти отдых на любой вкус, как и для взрослых с детьми, так и для молодежи. В общем-то, я думаю, что нужно попробовать ездить в другие районы, нежели чем, как обычно, привыкли ездить все на Средиземноморье. Также много сюрпризов готовит Греция, хотя, несмотря на ее экономическое положение за последние годы, они стали удивлять своим безвизовым режимом. Он более упростился своей экскурсионной обширной программой, которую можно посмотреть. Ну и совместно с Ласковым морем, в общем-то, я думаю, что будет приятный отдых. Тем более греки, они очень гостеприимные. Естественно, национальная кухня, национальные напитки для гурманов. Я думаю, что это будет очень показательно. Много стран, которые, в общем-то, скажем, уже давно появились, но есть такие моменты и тонкости в той же Испании. Очень популярное сейчас тоже направление. Туристы, которые были там единожды, возвращаются вновь и вновь. Потому что, я думаю, что экскурсионная программа настолько обширна, за один приезд, естественно, все не посмотришь. И с детишками очень интересно на побережье. Во-первых, удобный вход в море, белый песок, широкая пляжная полоса, множество рыбных ресторанов. Можно попробовать какие-то изыски в Средиземноморье. Парки развлечений, много дискотек. То есть страна, в общем-то, очень такая популярная и интересна всем. Начиная от молодежи, кончая пенсионерами. То есть как бы вот и бюджеты у всех разные. Опять же, страна может позволить как роскошный отдых, так и, в общем-то, демократичный. Ну, я думаю, что еще можно упомянуть Израиль. Во-первых, это тоже одно из исторических событий библейских. Хочется прикоснуться непосредственно с самим, как бы поучаствовать в этих сюжетах. Ну и Мертвое море, которое, как мы знаем, очень лечебное, тяжелее человеческого тела. Клиники, которые используют и продукты Мертвого моря. Поэтому можно и отдохнуть, и подлечиться, в общем-то, с новыми силами опять возвращаться на родину, на работу. Греция, Испания, Турция – это, в общем-то, наверное, то, к чему мы уже так привыкли. А если хочется чего-то такого экзотического, куда бы вы посоветовали поехать рязанцам? Ну, вы знаете, в этом году как бы туристическим баллом будет править Бразилия. Я бы остановилась бы на ней, сделал небольшой акцент, так как там будет проходить чемпионат мира по футболу. Я думаю, что болельщики хотят все поучаствовать в этом грандиозном мероприятии. Опять же, бразильские карнавалы – тоже красивое зрелище, на которое стоит посмотреть хотя бы единожды. Ну и там идет обширная подготовка. В Бразилии через два года там будут Олимпийские летние игры. Поэтому я думаю, что страна сама по себе горячая. И тем более в преддверии вот этих вот спортивных мероприятий, наверное, все-таки больше уже еще подогревает интерес туристов. Ну, вот Бразилия очень стала в последнее время популярным направлением Мексика. Хотя все-таки конец света так и не наступил у нас. Да, в общем-то. И в связи с этим, я думаю, что больше начал подогревать интересы исторических моментов. И многие это направление рассматривают как экскурсионный объект, ну и, естественно, отдых на побережье. Тут-то мы с вами все о загранице, а по России есть какие-то интересные туры? Да, теперь как бы у нас прибавилось, в России настало побольше. Естественно, это Краснодарский край, очень много пансионатов, отелей построены по турецким технологиям. То есть тоже кто боится авиаперелета, может спокойно сесть или на свой автомобиль, или на поезд и приехать в ту же, скажем, Анапу или близлежащие города. Вот отдохнуть полностью, полностью так же, как люди отдыхают за границей. То есть есть и система, уже все включено на Краснодарском побережье. Вот, так же Крым. Вообще он всегда пользовался спросом, потому что красивые, скалистые, зеленые, как бы, территории. Как и раньше говорили, все очень недорого. Не знаю, как бы, что будет сложившаяся ситуация в этом году. Вот, и Абхазия очень тоже популярное направление. Из Рязани у нас много едет и на автобусных, автобусные туры, и своим ходом люди добираются. Поэтому есть любители, которые любят только вот нашу Россию. И ни за какие любые деньги, хоть у некоторых есть возможности, не готовы отправиться за границу, как бы, смотрят наше побережье. Когда человек собирается куда-то на отдых, конечно, в первую очередь его интересует его безопасность. И безопасность за границей, и безопасность оформления всех документов по выезду. Вот вы, как человек, который уже давно в этой сфере работаете, может быть, дадите несколько советов, на что в первую очередь следует обращать внимание, чтобы избежать каких-то неприятных сюрпризов? Я думаю, что, во-первых, естественно, нужно обращать внимание на более надежных туроператоров. Так как сейчас их очень много, и они стали делиться на несколько категорий. Первая, вторая и третья, как бы так обоснованно. Это зависит от их финансового благополучия. В основном туроператоры, которые давно себя зарекомендовали, они имеют от 300 миллионов, в общем-то, финансовое состояние этого туроператора. Здесь, опять же, какая страховая компания? Надежна она, ненадежна? Здесь нужно все как бы тонко подойти. Да, бывает так, что при приезде в страну может вас не встретить трансфер, или он запоздал, или бывает замена какого-то отеля на месте. Здесь нужно четко понимать, куда можно обратиться, знать какие-то телефоны определенные, что мы обычно туристам оставляем. Телефон для связи с нашим агентством, телефон для связи с туроператором. Данные туристов, которые они должны будут в стране объяснить, что с ними случилось, как какой-то там, в общем-то, инцидент. Но это очень редкие случаи, в принципе, бывают. И, скажем так, статистика приводит, что это происходит с теми, кто необдуманно покупает путевку. И туроператоры, которые существуют в Москве, их очень много, год или полтора, они удачно продали путевки, собрали деньги, туристы прийтили в страну, а туроператор уже закрылся. Поэтому все-таки большое значение имеет выбор туроператора, который на слуху, который, ну, как бы можно все эти отзывы посмотреть в интернете уж, как бы туристы, которые пользовались услугами данных туроператоров. То есть, в принципе, если туристы уже постоянно занимаются своим путешествием, они уже конкретно останавливаются на чем-то. Поэтому таких случаев очень редко, мало. Я думаю, что просто для тех, кто необдуманно хочет отдохнуть и дешево, естественно. Елена, спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Рассказали о вариантах отдыха. Я надеюсь, что майские праздники у всех пройдут на ура. Да, желаем приятного отдыха, чтобы отдых оставил много впечатлений, положительных эмоций. Мы все будем стараться. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. Увидимся в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин